Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, Петр, не видать еще? Никак нет. Барин вздохнул и сел на скамеечку. Звали его Николаем Петровичем Кирсановым. Сын, кандидат Аркаша, беспрестанно вертелся у него в голове. Толстый тизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужице возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес. Он вскочил и устремил глаза вдоль дороги. На дороге показался Тарантас, запряженный тройкой емских лошадей. В Тарантасе мелькнуло околышек студенческой фуражки и знакомый очерк дорогого лица. Аркаша. Отец! Аркаша. Отец! Ну, дай же отряхнуться, папаша, я тебя всего запасну. Ничего, ничего, ну, покажи. Ну, покажи, папаша. Папаша, позволь тебя познакомить с моим добрым приятелем Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он был так любезен, что согласился погостить у нас. Душевно рад и благодарен за доброе намерение посетить нас. Надеюсь, позвольте узнать ваше имя отчество. Евгений Васильевич. Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, вы не соскучитесь у нас. Ты с ним, пожалуйста, не церемонись, он чудесный малый, такой простой, вот увидишь. А какую я себе славную лошадь подготовил. И комната твоя, а клей на обои... А для Базарова комната есть? Да, конечно, найдется и для вас. Папаша, пожалуйста, приласкай его, я тебе не могу выразить, до какой степени я дорожу его дружбой. Любезнейший Евгений Васильевич, вы недавно познакомились с моим сыном? Недавно. То-то я прошлой зимой вас не встречал. А вы чем занимаетесь? Главный предмет мой естественной науки. Да он все знает, в будущем году он хочет держать на доктора. А, значит, по медицинскому факультету. Какой здесь воздух, как славно пахнет. Право, мне кажется, нигде в мире не пахнет так славно, как в здешних краях, да и небо здесь. Ну, конечно, ты здесь родился, и тебе должно казаться здесь все чем-то особенным. Ну, а то все равно, папаша, где бы человек не родился, это решительно все равно. Ну, вот вы и дома. Теперь, что ж, главное, поужинать и отдохнуть. Поесть действительно не худо. Да, давайте ужинать, ужинать скорее. Вот, кстати, и Прокофьевич, Прокофьевич, вот он, приехал к нам, наконец. Ну, как ты его находишь? В лучшем видишь. На стол накрывать прикажете? Да, да, пожалуйста. Только, может быть, вы сперва пройдете в вашу комнату, Евгений Васильевич? Да нет, благодарствуйте незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить. Да вот эту одежонку. Очень хорошо. Прокофьевич, ну, возьми шинели, чемодан. А ты, Аркаша, ты пройдешь к себе на минутку? Да, надо почиститься. Добрый день, дядя. С приездом, племянник, добро пожаловать. Сперва надо совершить европейское рукопожатие, а потом три раза поцеловаться по-русски. Вот так. Пожалуйста, познакомься, Павел. Евгений Васильевич Базаров, близкий друг Аркаши. Душевно рад. Павел Петрович Кирсанов. А я уже думал, что вы не приедете сегодня, что что-нибудь на дороге случилось? Да нет, ничего не случилось. Так, замешкались немного. Зато теперь мы голодны, как волки. Папаш, ты поторопи, Прокофьевич, а я сейчас вернусь. Постой-ка, я с тобой пойду. Ступайте. Ступайте, молодые люди, ступайте. Кто сей? Это приятель Аркаши и, по его словам, очень умный человек. Он что ж, гостить у нас будет? Да. Этот волосатый? Ну да. Я нахожу, что Аркадий стал развязнее. Но я рад его приезду. На другое утро Базаров раньше всех проснулся, вышел из дома и отправился в небольшое болото со сверсту от усадьбы за лягушками. Между тем, Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого уже застал одетым. Отец и сын вышли на террасу. Мы славно заживем с тобой, Аркадий. Ты мне будешь помогать по хозяйству, если, конечно, это деление наскучит. Мы теперь тесно должны сойтись друг с другом и узнать друг друга хорошенько. Не правда ли? Конечно. Ну что за чудный день сегодня? Это для твоего приезда, душа моя. Да, действительно, весна в полном блеске. Впрочем, я согласен с Пушкиным. Помнишь, в Евгении Онегине, как грустно мне твое явление. Весна, весна, пора любви. Какой я... Приказчик у тебя все тот же? Приказчика я сменил. Я решил больше не держать вольно отпущенных. У меня теперь приказчик из мещан и, по-моему, дельный и малый. Аркадий, я тебя должен предварить. Конечно, строгий моралист найдет мою откровенность неуместный. Но, во-первых, это скрыть нельзя. А во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особые принципы насчет отношения отца к сыну. Конечно, ты вправе будешь осудить меня. Мои ли та? Ну, словом, вот эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал? Фенечка. Пожалуйста. Не называй ее громко. Да, она. Она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме. Там были две небольшие комнатки. Впрочем, все это можно переменить. Помилуй, папаша, зачем? Ну, как же, он твой приятель будет. Гостить у нас неловко. Насчет Базарова, ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого. Ну, как тебе несовесть? Ну, конечно, мне должно быть... Ну, перестань, пожалуйста. Федосия Николаевна не совсем здоровы. Они прийти не могут. Придут позже. Приказали мне вас чаем напоить. Ты ступай, ступай. Я сам разорью. Аркадий, ты как пьешь? С лимоном или со сливками? Со сливками. Папаша. Да? Не от того ли фенечка, не от того ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь? Может быть. Видишь ли, она предполагает... Она стыдится. Ну, напрасно же она стыдится. Я уверен, что ты не мог сделать дурной выбор. Во всяком случае, сын отцу не судья, а и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы. Спасибо, Аркаша. Ну, конечно. Если бы эта девушка не стоила, это нелегкомысленная прихость. Мне очень неловко говорить с тобой об этом. Но ты должен понять, что ей трудно сюда прийти при тебе, и особенно в первый день твоего приезда. Я могу тебя успокоить, отец. Мы познакомились, и я растолковал фенечки, что ей нечего меня стыдиться. Как же так, Аркадий? Ну, помилуй. Я же тебя не предварил. Федоса Николаевна точно сегодня не совсем здоровый придет попозже. Ну, как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его рассыловал, как я рассыловал его сегодня утром. Аркадий. Отец. Что это? Опять обнимаетесь? Чему ты удивляешься? Я в кои-то веки дождался Аркадия, я со вчерашнего дня рассмотреться на него не успел. А я нисколько не удивляюсь. Я сам не прочь обнять его. Ну-с, а где же твой новый приятель? Он обыкновенно встает рано утром, отправляется куда-нибудь. Главное, не обращать на него внимания. Он церемонии не любит. Да, это заметно. И долго он у нас погостит? Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу. А отец его где живет? В нашей же губернии. В верст 80 отсюда у них небольшое имеется. Его отец был прежде полковым доктором. Те-те-те. Тут я все вспоминаю, где это я слышал эту фамилию Базаров. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров. Да, кажется, был. Точно, точно. Так этот лекарь, его отец. Ну-с, а сам господин Базаров, собственно, что такое? Что такое Базаров? Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое. Сделай одолжение, племянничек. Он нигилист. Как? Он нигилист. Нигили. Это от латинского, что означает ничего. Стало быть, это слово означает человека, который ничего не признает. Скажи лучше, который ничего не уважает, сколько я успел заметить. Который ко всему относится с критической точки зрения. А это не все равно. Нет. Нигилист. Это человек, который не склоняется перед авторитетами. Который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением не был окружен этот принцип. И что же тут, хорошо. Ну, смотря как кому, дядюшка. И нам от этого хорошо. А и нам очень дурно. Ну, это не по нашей части. Мы, люди старого времени, привыкли думать, что без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, в шагу вступить. Вдохнуть нельзя. Вузовей шанжей ту села. Дай вам Бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться на вас будем, господа. Как бишь? Нигилисты. Да. Прежде были гигилисты, а теперь стали нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Доброе утро. Извините, что опоздал к чаю. Пожалуйста. Вы что, далеко ходили? Тут у вас болотцы есть возле Осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов. Ты можешь их убить, Аркадий. А вы? Вы не охотник? Нет. Вы, собственно, физикой занимаетесь? Физикой, да. Вообще, естественными науками. Говорят, германцы в последнее время сильно преуспели по этой части. Да, немцы в этом наши учители. Вы столь высокого мнения о немцах. Ну, там уж не ученые, отдельный народ. Так, так. Ну, а об русских ученых, я полагаю, вы не имеете столь высокого понятия. Пожалуй, что так. Очень похвальное самоотвержение. Но, как нам Аркадий Николаевич сейчас сказывал, вы не признаете никаких авторитетов. Не верите. Да зачем же я стану их признавать, и чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь. Вот и все. А немцы все дело говорят? Не все. Что касается меня, то я немцев грешный человек не жалую. Нет. Ну, еще прежние туда-сюда. Там у них были, ну, Шиллер, что ли? Гетте. Брак вот им особенно благоприятственный. А теперь все, пошли какие-то химики да материалисты. Ну, порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта. Вот как. Вы, стало быть, искусство отвергаете. Значит, вы верите в одну только науку. Я уже доложил вам, что ни во что не верю. И что такое наука? Наука вообще. Есть наука, как есть ремесла, а наука вообще не существует вовсе. Очень хорошо. Ну, а насчет других в людском быту принятых постановлениях вы имеете столь же отрицательное направление. Что это? Допрос любезничий, Евгений Васильевич. Мы когда-нибудь подробно побеседуем с вами об этом предмете и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. Я лично очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Говорят, Либих сделал удивительное открытие насчет удобрения полей. Вы могли бы мне помочь в моих хозяйственных работах, могли бы дать мне какой-нибудь полезный совет. Я к вашим услугам, Николай Петрович. Но куда нам до Либиха? Сперва надо азбуки выучиться, а потом уже взяться за книгу. А мы еще аза в глаза не видали. Извините, господа, мне надо этих пленниц место пристроить. Аркадий, я нашел очень редкое, экземпляр водяного жука. Хочу тебе показать. Это что у вас, пиявки? Нет. Лягушки. Вы что же их, едите или разводите? Для опыта. Да, беда пожить. Это годков пять в деревне в отдалении от великих умов. Как раз дураком станешь. Ты стараешься не забыть все то, чем у тебя учили. Оказывается, что все это вздор, что путные люди такими пустяками больше не занимаются, и ты, мол, отсталый колпак. Вот как, брат, мы с тобой в отсталые люди попали, и песенка наша спета. Ну что ж, ну, может быть, Базаров и прав. Только вот что, я признаюсь, мне больно. Я именно теперь тесно и дружески хотел сойтись с Аркадием. А выходит, что он ушел вперед, а я остался позади. И понять мы друг друга не можем. Ну почему он ушел вперед? Чем уж он так особенно отличается от нас? Все это ему в голову сеньора тут бил, нигилист этот. Ненавижу этого лекаришку. По-моему, он просто шарлатан. Я уверен, что он со всеми своими лягушками и физики-то недалеко шел. Ну, брат, это не говори. Ну, Базаров умен, и знающий. Какое самолюбие противное. Ну, что ж, ну он самолюбив. Ну, видно, без этого нельзя. Только вот чего я не возьму в толк. Ведь я, кажется, делаю все, чтобы не отстать от века. Я крестьян устроил, ферму завел. Даже во всей губенье меня красным величает. Я читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями. А они говорят, что песенка моя спета. Да почему, собственно? А вот почему. Я вчера вечером сижу, читаю Пушкина. Помнится, цыгане мне попали. Вдруг подходит ко мне Аркадий с ласковым сожалением на лице тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую. Улыбнулся и ушел. И Пушкина унес. Ну, а как? Какую же книгу он тебе дал? Вот эту. Так. Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Ну и что ж, ты пробовал читать? Пробовал. Ну и что ж? Ну, либо все это вздоро. А может быть, я глуп. Должно быть, все-таки я глуп. Да ты по-немецки-то не забыл? По-немецки я помню. Да, видно, брат, придется нам с тобой гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди. Ну нет, я так скоро не сдамся. У меня еще будет схватка с этим лекарем. Я это предчувствую. Павел Петрович Кирсанов с молоду был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен. Женщины от него с ума сходили, мужчину называли его Фатом и втайне завидовали ему. В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Эр. Павел Петрович встретился с ней на одном бале, протанцевал с ней мазурку и влюбился страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели. Но легкость торжества не охладила его. Напротив, он еще сильнее, еще мучительнее привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное. Что гнездилось в этой душе? Бог весть. Тяжело было Павлу Петровичу, когда княгиня Эр любила его, но когда она охладела, к нему он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, таскался за ней повсюду. Ей надоело его неотступное преследование, и она уехала за границу. Павел Петрович вышел в отставку, состарился, посидел. Однажды за обедом в клубе Павел Петрович узнал о смерти княгини Эр. Он сейчас же уехал к брату и с той поры уже не покидал деревню. Удивительное дело эти старенькие романтики. Разобьют в себе нервную систему до раздражения, но равновесие нарушено. Да, чудаковат у тебя, дядя. Щегольство какое в деревне, подумаешь, нет, ногти, ногти, хоть на выставку посылай. Послушай, Евгений, ты все-таки слишком резко с ним обошелся, ты его оскорбил. Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов. Ведь это все самолюбие, львиные привычки, фатовство. А впрочем, бог с ним совсем. Я же тебе рассказывал его историю с княгиней, но как ты не понимаешь, что он скорее сожаление достоин, чем насмешки. Не спорю, архаическое явление. Да что он тебе так дал сам? Нет, ну надо быть справедливым. А какие он мне советы давал, особенно в отношении женщин? Ага. На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это. Ну, словом, он глубоко несчастен. Поверь, презирать его грешно. Да кто его презирает? А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и когда эту карту ему убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этот человек не мужчина. Ты говоришь, он несчастлив, может быть, но дурь из него еще не вся вышла. Да ты вспомни его воспитание, время, в которое он жил. Воспитание. Всякий человек сам себя воспитать должен. Что касается до времени, отчего это я буду зависеть от него? Пускай лучше оно зависит от меня. Нет, брат, все это пустота, распущенность. И что это за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Но мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй к анатомию глаза. Откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Нет, брат, все это романтизм, чепуха, гниль, художество. Это что? Это отец. Твой отец играет на велончели? Да, а чего ты смеешься? Ну, помилуй, солидный человек, отец семейства. Пушкина читает, средь белой дня играет на велончели. И охота же быть романтиком в нынешнее время. Твой отец добрый малый, но его песенка спета. Кто это? Какая хорошенькая. Это она, Финича. У твоего отца губа не дура. Он мне нравится, молодец. Однако надо с ней познакомиться. Послушай, Евгений, ради бога, будь осторожна. И ты не волнуйся, не волнуйся. Мой народ тертый в городах живой. Позвольте представиться. Аркадий Николаевич у приятеля и человек смирный. Какой ребенок чудесный. Не беспокойтесь, я еще пока никого не сглазил. А что эти щечки у него какие? Красные зубки, что ли, прорезаются? Да. Четыре зубков у него уже прорезались. А теперь вот десны опять припухли. А ну-ка покажите. Да вы не бойтесь, я доктор. Аркаш. Вижу, вижу. Ничего, все в порядке. Зубастый будет. Если что случится, скажите мне. Ну, а сами вы здоровы. Здорово, слава Богу. Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь. Как он у вас тихо сидел. А у меня все дети тихо сидят. Я такую штуку знаю. Дети чувствуют, кто их любит. Вот и Митенька. К иному ни за что на руки не пойдет. А как бишь вас зовут? Хинечкой. Федосией. А по батюшке? Это тоже нужно знать. Николаевной. Хорошо. А вы, говорят, всех лягушек на луговом болоте переловили? Да нет, не всех. Через одну ловлю на развод оставляю. А на что вам лягушки? А вот на что. Я лягушку распластаю и посмотрю, что у нее там внутри делается. А так как мы с вами те же лягушки, только что на двух ногах ходим, я и буду знать, что у нас с вами внутри делается. Очень было приятно познакомиться, Федосия Николаевна. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Она мать, ну и права. Она-то права. Вот отец. А что? Ты еще придаешь значение браку? Я от тебя этого не ожидал. Очень было приятно познакомиться, Федосияна Николаевна. Извините, если я помешал. Я только хотел попросить. Сегодня, кажется, в город посылают. Берите купить для меня зеленого чаю. Слушаюсь. А сколько прикажете купить? Да полфунта достаточно будет, я полагаю. Экий бутуз. Он похож на брата. А на кого ж ему походить? Да, несомненное сходство. Митенька, это твой дядя. Павел, вот ты где. Славная тебя мальчуга. А я завернул сюда насчет чаю. Что он, сам с тобой зашел? Самец. А Аркадьевич у тебя больше не был? Был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович? Это зачем? Да я думаю, не лучше ли будет? Ну, на первое время. Нет. Здравствуй, пузырь. Николай Петрович, что вы это? Прошло около двух недель. Жизнь в Марьнии текла своим порядком. Аркадий Сиборист стал, Базаров работал. Уже вечерело. Солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от садок. Тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Ласточки летали высоко. Ветер совсем замер. Запоздалые пчелы ленивые и сонливо жужжали в цветах сиреней. Как хорошо! Боже мой! Николай Петрович любил помечтать. Деревенская жизнь развела в нем эту способность. И давно ли он так мечтал, поджидая сына? А с тех пор уже произошла перемена, уже определились тогда еще неясные отношения. Он предчувствовал, что разъединение с сыном будет с каждым днем становиться все больше и больше. Субтитры создавал DimaTorzok Вы на медне изволили выразиться о нашем соседе-помещике, которого знавали по Петербургу, что он дрянь, аристократишка. Позвольте вас спросить, что по вашим понятиям слова дрянь и аристократ одно и то же означает? Я сказал, дрянь-аристократишка. Точно так. Но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как об аристократишках. Я считаю своим долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Нет. Вспомните, сударь мой, английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, поэтому они уважают права других. Они требуют исполнения обязанностей по отношению к себе, и поэтому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее. Слыхали мы эту песню много раз. Но что вы хотите этим доказать? Я, Эптим, хочу доказать, милостивый государь, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе не может быть сколько-нибудь прочного основания и общественному зданию. Личность, милостивый государь, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы находитесь смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец. Но все это проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга. Да, да, долго. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека. Позвольте, Павел Петрович, вот вы уважаете себя и сидите сложа руки. Какая же от этого польза общество? Вы бы не уважали себя и то же самое бы делали. Мне вовсе нет надобности объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволили выразиться. Я только хочу сказать, что аристократизм принцип, а без принципов в наше время могут жить только пустые безнравственные люди. Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы. Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны. Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте, логика истории требует. Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся. То есть как так? Да так. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны? Куда нам до этих отвлеченностей? Позвольте, вы оскорбляете русского человека. По-моему, как это можно жить без принципов, без правил? В силу чего же в действии? Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов. Мы действуем в силу того, что мы считаем полезным. В теперешнее время полезнее всего отрицание. Мы отрицаем. Все. Все. То есть как? Не только искусство, поэзию, но и страшно вымолоть. Все. Однако позвольте, вы все отрицаете или, выражаясь точнее, вы все разрушаете. Но помилуйте, надо бы нашей строить. А это уж не наше дело. Сперва нужно место расчистить. Современное состояние народа этого требует. Нет, господа. Я не верю, что вы точно знаете русский народ, что вы представители его чаяния, его стремления. Нет, русский народ не таков, каким вы его воображаете. Он патриархален. Он свято чтит традиции. Он не может жить без веры. А я против этого и спорить не стану. И все-таки это ничего не доказывает. Как ничего не доказывает? Стало быть, вы идете против своего народа? Народ считает, что когда гром гремит, это Илья Пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж мне, соглашаться с ним? Да притом он русский, а разве я сам не русский? Я вас за русского признать не могу. Мой дед землю пахал. Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас, в вас или во мне, он скорее признает своего соотечественника. Вы говорить-то с ним не умеете. Вы порицаете мое направление. А кто вам сказал, что оно во мне случайно? Что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете? Как же! Очень нужны нигилисты. Ну, нужны они или нет, не нам с вами решать. Ведь вы считаете себя небесполезным. Господа, господа, пожалуйста, пожалуйста, без личности. Не беспокойся. Вы, может быть, считаете, что ваше учение новость. Напрасно в этом воображается. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным. Опять иностранное слово. Во-первых, мы ничего не проповедуем, это не в наших привычках. Так что же вы делаете? А вот что мы делаем. Прежде, еще в недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда. А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет к пошлости и доктринерству. Мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве и черт знает о чем. Когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях. Тогда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке. Я не понимаю, вы действуете, что ли? Собираетесь действовать, ломать? Но как же это ломать, не зная даже почему? Мы ломаем, потому что мы сила. Несчастный, хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь свою пошлою сентенцией. Нет, это может ангелы из церквения вывести. Сила! Да вспомните, вы, господа сильные, что вас четыре человека с половиной, а тех миллионы, которые не позволят вам попирать ногами их священные верования, которые раздавят вас. Галера сдавят туда и дорога. Только бабушка еще надвое сказала, нас не так мало, как вы полагаете. То есть как, вы не шутя хотите слабить с целым народом? От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела. Вот, вот чем увлекается современная молодежь, вот чем покоряются сердца мальчишек. Вы взгляните, взгляните, он чуть не молится на вас. Да это зараза уже далеко проник. Я слышал, что в Риме наши художники в Ватикан не на год. Рафаэля считают чуть ли не дураком, потому что он, мол, авторитет. А сами бессильны и бесплодны до гадости. По-моему, Рафаэль гроша медного не стоит. Да ведь и они не лучше его. Браво, 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 браво. Вот как должны современные молодые люди выражаться. Раньше молодым людям приходилось учиться. А теперь им только стоит сказать, что все на свете вздор и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались и в самом деле прежде они назывались просто болваны, а теперь вдруг стали нигилисты. Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства. А я тогда буду готов согласиться с вами, когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое не вызывало бы полного и беспощадного отрицания. Я вам миллионы таких постановлений представлю. Миллионы! Господа, я прошу вас, не ссорьтесь, пожалуйста. Ради Бога, умоляю. Мы приглашены губернатором на бал, который он дает в честь высокого петербургского чиновника, кстати, нашего родственника. Мы с Павлом решили не ехать. Ну, куда нам, старикам, тащиться запить в верстке себя есть. Может быть, вы, если пожелаете, если вам интересно на нашу местную знать посмотреть. Между прочим, там будет госпожа Одинцова и, как все уверяют, женщина необычайных достоинств. Вот это разговор, вот это дело. Посмотреть на женщину необычайных достоинств. Слушай, Аркадий, махнем-ка мы с тобой на бал. Ну, прокатимся, город посмотрим, поболтаемся дней пять-шесть и баста. А тут ты сюда вернешься? Да нет, надо к отцу проехать. Он от города, ты знаешь, в тридцати верстах. Я его давно не видел, и мать тоже. Надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, а я у них один. Долго ты у них пробудешь? Да не думаю, чай скучно будет. Ну, на возвратном пути заедешь. Увидим. Ну, так что, отправимся? Пожалуй. Пойдем. Надо всем глумиться. Нет, лягушек резать. Вот она, наша молодежь. Вот они, наши наследники. Наследники? Знаешь, что я вспомнил, брат? Я как-то однажды с моей покойной матушкой поссорился. Она кричала, не хотела меня слушать, я ей наконец сказал, что вымыл меня понять не может, потому что мы принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно биделась, а я тогда подумал, ну, что ж делу, ну, пилюли горька, но проглотить-то ее нужно. И вот теперь пришла наша очередь, когда наши наследники могут сказать нам, вымыл не нашего поколения, глотайте пилюлю. И отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы. И все-таки я чувствую за ними что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество пред нами. Молодость? Да нет, не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них гораздо меньше следов барства, чем в нас? И Николай чересчур благодушен и скромен. А я уверен, что мы гораздо правее этих господчиков. вам чаю не угодно? Нет, не надо. на другой день молодые люди уехали в город. все в доме привыкли к Базарову, слуги привязались к нему, они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин, и пожалели об его отъезде. Фенечка даже всплакнула, но старичкам вздохнуло слегка. Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Аркадий танцевал плохо, а Базаров вовсе не танцевал, они оба разместились в уголке. Вдруг лицо Евгении изменилось, и обернувшись к приятелю, он проговорил, это что за фигура на остальных баб не похоже. Аркадий оглянулся и увидал женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Какой-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица. Это была Анна Сергеевна Одинцова. Отец ее, известный красавец, аферистый игрок, продержавшийся и прошумев лет 15 в Петербурге, кончил тем, что проигрался в прах и умер в деревне, оставив в крошечное состояние двум своим дочерям, Анне 20 и Катерине 12 лет. Мать их умерла, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело, и, казалось, она уже примирилась с мыслью вянуть в глуши, как вдруг ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек, значительно старше ее. Он предложил ей руку, и Анна согласилась. Они прожили 6 лет, и, умирая, Одинцов в губернии ужасно кричали по поводу ее брака. Прошла через огонь и воду говорили о ней, а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял и через медные трубы. Дождавшись конца кадрилии, сам губернатор подвел Кирсанова и Базарова к Анне Сергеевне. Лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. В конце вечера Одинцова ласково посмотрела на молодых людей, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного с нерешительностью, но хорошую улыбку проговорила, если вы не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское. Помилуйте, воскликнул Аркадий, я за особое счастье почту, а вы, месье Базаров. Базаров только поклонился и Аркадию пришлось удивиться. Он заметил, что его приятель покраснел. На другой день молодые люди отправились в Никольское. Анна Сергеевна просит вас немного подождать. не будет ли у вас покаместь каких приказаний? Никаких приказаний не будет, почтеннейший. Разве что рюмку водочки соблаговолите поднести. Слушаюсь. Какой гром жанр. Кажется, это так по-вашему называется. Герцогиня герцогиня с первого раз пригласил к тебе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой. Особенно я, будущий лекарь и лекарьский сын. А все-таки избаловала себя. Ох, как избаловала себя эта барыня. Уж не фракели нам надеть. Должно быть сам а не удрать. Благодарствуйте. Спасибо, любезнейший. Посмотрим, к какому разряду млекопитающих относится эта особа. Мне вчера рассказывал один барин, что госпожа это ой-ой-ой. Ну? Да. Ну, а по-твоему, что она точно ой-ой-ой. Я вот это определение не совсем понимаю. Вот еще какой невинный. Я, госпожа один словом, мила бесспорно. Надо так холодно и строго держать себя. В тихом умоте ты знаешь. Ты говоришь, она холодна. В этом-то самые вкусы есть. А ведь ты же любишь мороженое. Может быть, но я об этом судить не могу. Во всяком случае, кто бы она ни была, но у нее такие плечи, каких я не видал давно. Ей бы только шлейф сзади носить и корону на голове. Все-таки она прелесть. Этакое, этакое богатое тело. Хоть сейчас в анатомическом театре. Перестань, Евгений, это ни на что не похоже. Ну, ладно, не серди, Снеженко. Сказано, что первый сорт. да, поздравь меня. Сегодня 22 июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Благодарствуйте, что сдержали слово. Погостить у меня здесь право не дурно. Я вас познакомлю с моей сестрой, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, Себазаров, это как будто все равно. Но вы, Секерсанов, кажется, любите его. Секерсанов. Спасибо. Вот вам и моя Катя. Это ты все сама нарвала? Сама. Евгений Васильевич, вы с приличи рассматриваете картинки, вас это не занимает. Давайте поспорим о чем-нибудь. Мне очень любопытно поспорить с человеком, который имеет смелость ни во что не верить. А о чем же будем спорить? О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица. Вы? Да. Вас это как будто удивляет. Почему? Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный. А для спора нужно увлечение. Как-то вы успели меня узнать так скоро. Во-первых, я нетерпелива и настойчива. Спросите лучше Катю. Во-вторых, я очень легко увлекаюсь. Может быть. Вам лучше знать. И так вам угодно спорить? Извольте. Я рассматривал виды саксонской Швейцарии в вашем альбоме. А вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали от того, что не предполагаете во мне художественного смысла. Да, во мне действительно его нет. Но эти виды могли заинтересовать меня с геологической точки зрения, с точки зрения формации гор, например. Извините, как геолог, вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку. Ну, рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти художественного смысла нет. А как же вы без него обходитесь? А на что он нужен, позвольте спросить. Ну, хотя бы для того, чтобы лучше узнавать и изучать людей. Во-первых, на это существует жизненный опыт. А во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой. У каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие, одинаково устроенные и так называемые нравственные качества одни и те же у всех. Так что достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Стало быть, по-вашему, нет разницы между умным, глупым человеком, между добрым и злым? Нет, есть, как между больным и здоровым. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми с измола набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. исправьте общество и болезней не будет. Вы полагаете, что когда общество исправится, то не будет ни глупых, ни злых? Во всяком случае, при правильном устройстве общества будет все равно, глуп ли человек или умен, добр, или злым. Да, понимаю. У всех будет одна и та же селезенка. Именно так, сударыня. Аркадий Николаевич, а ваше мнение? Я согласен с Евгением. Вы меня удивляете, господа, но мы еще с вами потолкуем. Евгений Васильевич, я хотела бы узнать у вас латинские названия полевых растений и их свойства. А зачем вам латинские названия? Во всем нужен порядок. Катя, сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу, а мы с Евгением Васильевичем послушаем. Что же вам сыграть? Что хотите. Вы какую музыку больше любите? Классическую. Моцарта любите? Моцарта люблю. Моцарта любите? Моцарта любите? Что за женщина это, Анна Сергеевна? Да, да, я сама сгад. Но чудо не она, а ее сестра. А это тертый калач. В переделке была, братец ты мой, нашего хлеба покушала. Странный человек этот лекарь. Странный лекарь. Время дело известное, летит иногда птицей, иногда ползет червяком. Но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает, скоро ли, тихо ли, оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дни пятнадцать у Одинцова. Однажды в саду в тени высокого ясеня Аркадий читал Кате вслух стихотворения Гейна. Потом они молчали оба. Но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение. Каждый из них как будто и не думал о своем соседе, но втайне радовался его близости. Не находите ли вы, что ясень по-русски очень хорошо назван? Ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе, как он. Да. Я не люблю Гейна ни когда он смеется, ни когда он плачет. Я люблю его, когда он задумчив и грустит. А мне нравится, когда он смеется. Это в вас еще старые следы сатирического направления. Погодите, мы вас переделаем. Разве вы не замечаете, что я уже освободился из-под влияния Базарова? Я знаю, он вам не нравится. Я не могу судить о нем. знаете ли что, Катерина Сергеевна, всякий раз, когда я слышу такой ответ, я ему не верю. Нет такого человека, которым каждый из нас не мог бы судить. Это просто отговорка. Ну, так я вам скажу, он не то, чтобы мне не нравится, просто я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая, да и вы чужой. Это почему? Как вам сказать, он хищный, а мы с вами ручные. И я ручной. И вы. Послушайте, Катерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно. А разве вам хотелось бы быть хищным? Хищным нет, но сильным, энергичным. этого нельзя хотеть. Вот ваш приятель, он этого и не хочет, а в нем это есть. О чем вы задумались? Я думаю о том, откуда могла прийти к вам эта наблюдательность. Вы так недоверчивы, пугливы, всех чуждаетесь. Я много жила одна, по-неволе размышлять станешь. Разве я всех чуждаю? Нет, но люди в вашем положении, с вашим состоянием редко владеют даром наблюдательности. До них, как до царей, истине трудно дойти. Да я ведь и не богатая. Как вы это хорошо сказали? А что? Сказали хорошо, просто не стыдясь, не рисуясь. Я упомянула о своем состоянии, только потому, что к слову пришло. вы извините мне мой вопрос. Вы бы не вышли замуж за богатого человека? Если бы я его любила? Нет. И тогда бы не пошла. А вот видите, отчего бы вы за него не пошли? оттого, что и в песне про неровнишку поется. Может быть, вы хотите власть? нет. Нет, к чему? Я готова покориться, только неравенство тяжело, а уважать себя и покоряться. Это я понимаю. Это счастье. с не 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 выскажите своего чувства, как бы оно не было сильно и свято. Не сравнивайте меня с сестрой. Пожалуйста, это слишком невыгодно для меня. как будто забыли, что сестра и красавица, и умница. Катерина Сергеевна, вам это, вероятно, все равно, но знайте, что я вас не только на вашу сестру, ни на кого на свете не променяю. Базаров был великий охотник до женщин, но любовь в смысле идеальном называл билибердой непростительной дурью. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому, а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Вдруг ему представлялось, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять в нем не вспыхнет негодование. Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил, что намерен скоро уехать к отцу в деревню. Она побледнела, словно ее что-то в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать. Это Катя как поздно играет. Как же вы это ехать собираетесь? Обещание ваше? Какое с? Забыли? Вы хотели мне дать несколько уроков химии. Что делать? Отец меня ждет, нельзя мне больше мешкать. Зачем ехать? А зачем оставаться? Как зачем? Разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут? Я в этом убежден. Напрасно вот так думают. Впрочем, я не верю, что вы могли сказать это серьезно. Евгений Васильевич, чего же молчать? Да что мне вам сказать? О людях вообще жалеть не стоит. Обо мне и подавно. Почему? Я человек положительный, неинтересный, говорить не умею. Напрашиваетесь на любезность? Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна? Думаете, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете. Аркадий останется. Мне будет скучно. В самом деле? Ну, во всяком случае, долго вы скучать не будете. Почему? Да потому, что вы сами сказали, что вы скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни тоске, ни скуке, никаким тяжелым чувствам. Вы находите, что я такая непогрешительная? То есть, что я так правильно устроила свою жизнь? Еще бы. Да вот, через несколько минут проведет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня. Почему? Вы можете остаться. расскажите что-нибудь о самом себе. Вы никогда о себе ничего не говорите. Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна. Вы очень скромны, но мне хотелось бы что-нибудь узнать о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете. все это нисколько незанимательно, особенно для вас, мы люди темные. А я по-вашему аристократка? Да. Я вижу, что вы меня знаете мало, хоть вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи, и что изучать их не стоит. Я когда-нибудь вам расскажу свою жизнь, но прежде расскажите мне свое. Я вас знаю мало, но может быть действительно вы правы, и всякий человек загадка. Да хотя бы вы, например. Вы обратитесь и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы с вашим умом и с вашей красотой живете в деревне? Как вы сказали? С моей красотой? Это все равно. Я только хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне? Вы этого не понимаете. Но однако себе вы это как-то объясняете? Да. Я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте, потому что очень себя из Балаварь. Вы любите удобство, комфорт, а ко всему остальному очень равнодушны. Вы решительно не хотите поверить, что я способна увлекаться? Любопытством, пожалуй, но не иначе. В самом деле, я понимаю, почему мы с вами сошлись. Вы такой же, как я. Мы сошлись. Я забыла, что вы хотите уехать. Куда вы? И так вы считаете меня покойным, изнеженным, избалованным существом. А я так знаю о себе, что я очень несчастлива. Вы несчастливы. Отчего? Вы здоровы, независимы, богаты, чего же еще? Чего вы хотите? Чего я хочу? Я устала, я стара. Да, я стара, мне кажется, что я очень давно живу. Позади меня так много воспоминаний жизни в Петербурге, богатства, потом бедность, смерть отца, замужество. Воспоминаний много, а вспомнить нечего. А впереди меня длинная-длинная дорога, а цели нет. Да мне не хочется идти. Вы так разочарованы. Нет. Но мне кажется, что если бы я могла к чему-нибудь сильно привязаться... Вам хочется полюбить, а полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье. Разве не могу полюбить? Едва ли. Только я напрасно назвал это несчастьем. Скорее тот достоин сожаления, с кем эта штука случается. Случается что? Полюбить. А вы почем это знаете? По наслышке. Притом вы может быть слишком требовательны. Может быть. а по-моему так или все или ничего жизнь за жизнь. Взял мою отдай свою и тогда без сожаления без возврата. А то лучше и не надо. Что ж это условие справедливое. Я только удивляюсь как вы до сих пор не нашли чего желаю. так как будто все это испытали. К слову пришло Санна Сергеевна. Вы знаете что все это не по моей части. Евгений Васильевич я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего это говорить. сами понимаете что вы человек не с числа обыкновенных. Вы еще очень молодая. Вся жизнь перед вами. Скажите к чему вы себя готовите? Чего вы хотите достигнуть? Ну одним словом куда вы идете что у вас на душе? Ну кто вы? Что вы? Вы меня удивляете Анна Сергеевна. Вам известно что я занимаюсь естественными науками. А кто я? Да кто вы? Я уже докладывал вам что я будущий уездный лекарь. Вы с вашим самолюбием уездный лекарь? Вы так отвечаете мне чтобы отделаться от меня потому что вы ко мне не имеете никакого доверия. А ведь я сумел бы вас понять. Ведь и я была бедна и самолюбива как вы. Я прошла через те же испытания что и вы. Все это очень интересно Анна и потом между мной и вами такое расстояние. Да и что за охота говорить и думать о будущем которое большей частью не от нас зависит. Выйдет случай что-нибудь сделать прекрасно но не выйдет по крайней мере тем будешь доволен что заранее напрасно не болтал. Вы называете дружескую беседу болтовней? Или может быть вы меня как женщину? Не считайте достойной вашего доверия ведь нас всех презираете. Вас я не презираю Анна Сергеевна и вы это знаете. Я ничего не знаю но ну хорошо положим я понимаю ваше нежелание говорить о вашей будущей деятельности то что у вас теперь происходит происходит нет ну точно я государство какое ли общество во всяком случае это вовсе не любопытно да и притом разве человек всегда громко вслух может сказать все что в нем происходит а я не вижу от чего нельзя высказать все что имеешь на душе вы можете могу вы счастливее меня ну как хотите а мне все таки что то говорит что мы сошли с вами недаром и мы будем с вами хорошими друзьями я убеждена что вот это ваше ну вот как сказать ну напряженность сдержанность она исчезнет наконец нет вы вы заметили во мне сдержанность как вы еще выразились напряженность да и вы желали бы знать причины этой сдержанности вы желали бы знать что со мной происходит да и вы не рассердитесь нет 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 так знаете же что я люблю вас глупо безумно вот чего вы добились Евгений Васильевич вы меня не поняли завтра же меня здесь не будет рано или поздно это должно было случиться следовательно мне надо уехать я понимаю только одно условие при котором я мог бы остаться но ведь этому условию не бывать никогда ведь вы извините мою дерзость не любите меня и не полюбите никогда я нахожу что и так слишком долго вращался в чуждой для себя сфере летучие рыбы могут некоторое время продержаться в воздухе но потом должны шлепнуться в воду позвольте же и мне плюхнуть в мою стихи прощайте нет человек я бедный но милостыню еще до сих пор никогда не принимал я боюсь этого человека Ты еще не ложился? А ты долго сегодня сидел с Анной Сергеевной? Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепиано. Я не играл. Я завтра к батьке выезжаю. А, и ты от этого так грустен. Много будешь знать, состаришься. А как же Анна Сергеевна? Разве она тебя отпустит? Я у ней не нанимался. Послушай, Евгений, возьми меня с собой. Я бы с удовольствием познакомился с твоими стариками. А как же, Катерина Сергеевна? Да, урок вам, юный друг мой. Поучительный некий пример. На что ты намекаешь? Я ни на что не намекаю. Я прямо говорю, что мы оба с тобой очень глупо себя вели. Я тебя не совсем понимаю. Лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Вот мы с тобой попали в женское общество, и нам было приятно. Приятно. Но бросить подобное общество все равно, что в жаркий день холодной водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками. Мужчина должен быть свиреп, гласит отличное испанское поговорка. А я еще в клинике заметил, кто злится на свою боль, тот непременно ее победит. Гости уехали. Прощаясь с Катей, Аркадий шепнул ей, что непременно в скорости вернется в Никольское. Анна Сергеевна посмотрела на Базарова. Горькая усмешка кривила его бледное лицо. Этот меня любил, подумала она, и жалко ей стало его. И с участием она протянула ему руку. Горькая усмешка кривила его бледное лицо. 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 Родители Базарова уже несколько дней ожидали приезда своего сына. Василий Иванович каждый утро выходил на покосившееся крыльцо своего небогатого дворянского домика под соломенной крышей. Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Со взгерошными волосами, одетый в старый военный сюртук нараспашку, он часами смотрел вдаль на дорогу, которая едва виднелась сквозь молодую березовую рощу и исчезала на склоне покатого холма. И вот однажды в полдень Василий Иванович наконец услышал отдаленный звук колокольчика. Все в доме засуетились. И через несколько минут Евгений Базаров пошел в сад. Енюшенька! Енюшенька! Ну, полна, полнариша, перестань, это совсем не нужно. Пожалуйста, перестань. Ах, Василий Иванович, в кои-то веки батюшку-то моего голубчика-то Енюшеньку! Да, да, конечно, все это в натуре вещей, но он с Евгением гость приехал. Извините, вы понимаете, женская слабость, ну да и сердце матери. Душевно рад знакомству. Уж вы не взыщите. У меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Властьевна, ну успокойся. Сделай одолжену, что за малодушие. Господин гость должен осудить тебя. Батюшка, имени и отчества не имею чести знать. Аркадий Николаевич. Уж извините меня, извините меня, глупую. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего голубчика. Ну вот и дождались, сударыня. Какой же ты красавчик стал. Хоть еще разочек. Дай обнять себя, Енюшенька. Красавчик не красавчик, а мужчина, как говорится, омфе. Ну а теперь, Арина Властьевна, я надеюсь, что насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей. Потому что тебе известно, что соловья баснями кормить не следует. Сию минуту, Василий Валерьевич, стол накрыт будет. Сама в кухню сбегаю и самовар велю поставить. Все, все будет. Ну смотри, хозяйка, хлопачи, не осрабись. Ведь три года его не видала, не поила, не кормила. Легко ли? Ведь три года, ой, ой, ой. Наконец, пожаловал. Почеломкаемся. А вот и Тимофеич к тебе идет на поклон, Евгений. И он сейчас обрадовался, старый барбос. Я вас предупредил, любезный мой посетитель, что мы живем здесь, как говорится, на биваках. Да что ты все извиняешься? А Керсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не креза, и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим? Вот вопрос. Помилуй, Евгений, у меня там во флигельке отличная комната. Им там будет очень хорошо. У тебя и флигерек завелся? Как же-с, где банька? Рядом с бань. Да теперь же лето. Я сейчас сбегай туда, распоряжусь-то. А ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Ну тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Вот тебе она, резовавный старикашка и добрейший. Такой же чудак, как и твой, только в другом роде. Много уж очень болтает. Матушка твоя, кажется, прекрасная женщина. Да, она у меня без хитрости. Обед посмотри, какой нам задаст. Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли. Ой, ну и без говядинки обойдемся. На нет и суда нет. Бедность, говорят, не порог. Сколько у твоего отца душ? Не менее не его, а матери. Душ, помнится, пятнадцать. И все двадцать две. Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, Аркадий Николаевич. Так кажется, извольте величаться. Вы ведь курите? Спасибо, я курю больше сигары. И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преференс сигаркам. Но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно. Наполно тебе лазари пить. Сядь-ка лучше вот здесь, да дай на себя посмотреть. Лазари пить. Э, как однако посидел-то. Ты не думай, Евгений, что я хочу сказать разжалобить гостям. Вот, мол, в каком захолустье мы живем. Я напротив такого мнения, что для мыслящего человека нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь не зарасти, как говорится, мохом. Не отстать от века. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А ведь я, Аркадий Николаевич вашего дедушки в бригаде служил. Да. Да, с многим я повидал на своем веку видов. И в каких обществах не бывал, с кем не воживался. А дедушка ваш был очень почтенный человек. Ух, настоящий военник. Сознайся, дубина была порядочная. Ох, Евгений, как это ты выражаешься. По милосерду я. Ну, конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу. Ну, брось его, брось. Я как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу. Славно вытянулась. А ты посмотри, садик у меня теперь какой. Сам каждый деревца сажал. И фрукты есть, и ягоды, ну, и всякие медицинские травы. Да я ведь, ты знаешь, от практики-то отказался. Ну, а раза два в неделю приходится отряхнуть стариной. И тут за советом. Нельзя же гнать в шею. Ну, случается, и бедный прибегает к помощи. Докторов здесь совсем нет. Ну, пойдете, господа. Извините, великодушник, колено скучил. А вось, хозяйка моя, удовлетворит вас более у моего. Ты забавный старикашка и добрейший. Много уж очень болтает. Арина Власевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы следовало жить лет за двести в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна. Верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны. Верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурной глаз, в порчу, в народные лекарства, в скорый конец света. Верила, что если в светлое воскресенье на всенышной не погаснут свечи, то горячиха у родица хорошая. Верила, что черт любит быть там, где вода, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит. Боялась мышей, ужей, лягушек, пиявок, воробьев, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек. И почитала сверчков и собак нечистыми животными. Любила покушать и строго постилась, не прочла ни одной книги, писала одно-много-два письма в год, а вот в хозяйстве знала толк. День ее до того был напичкана всякими занятиями, охами да ахами, что ей и опомнится некогда. Арина Власевна была очень добра и по-своему вовсе не глупа. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски. Но в течение многолетних странствий со своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла и музыку, и французский язык. Сына своего она любила и рабела перед ним несказанно. Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает, следует ли радоваться этому. Здравия желаю, как почивать изволили. Прекрасно. На сей месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца. Оно приличствует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых горацием. Это что за деревья? Акации. А здесь я, как некий цинцинад, грядку под позднюю репу отбивал. Теперь настало такое время, да и слава богу, что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. Выходит, что Жан-Жак Руссо прав. А полчаса назад, сударь мой, вы могли бы меня увидеть в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку, ну и по-нашему дизентерию, я, как бы вам выразиться, ну, словом, опиум вливала. И все это гратис, аноматер, то есть бесплатно. Я знаю, что вы привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушались провести короткое время под кровом хижин. Помилуйте, какой же я великий мира сего, никакой роскоши я не привык. Да позвольте, позвольте, я хоть и пересдан в архивы, а в свое время тоже потерся в свете. Узнаю птиц по полету. Я тоже психолог и в некотором роде физиогномист. Хе-хе-хе-хе. Скажу вам без комплиментов, дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренне радует. Я сейчас виделся с ним. Он по обыкновению своему, вероятно, вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать. Вы давно с моим Евгением знакомы? С нынешней зимы. А, ну это вполне, вполне. Тогда позвольте вас еще спросить, как отцу, со всей откровенностью. Какого вы мнения о моем Евгении? Ваш сын один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался. Я уверен, что вашего сына ждет великое будущее, что он прославит вашей. Вы меня совершенно осчастливы. Я вам должен сказать, я вам должен сказать, что я боготворю своего сына. Ну, я уж о старухе не говорю известно матери, но при нем мы не смеем говорить о чувствах. Он вообще враг всяких излияний. Многие даже осуждают его за такую твердость нрава и видят в этом признак гордости, безчувствия. Да разве можно таких людей, как мой сын, мерить обыкновенно морщину? Ну, не правда ли. Вот, например, другой бы на его месте тянул бы и тянул со своих родителей. А у нас он, верите ли, от роду лишней копейки не взял, ей-богу. Я знаю, Евгений честный, бескорыстный человек. Именно, бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его, я горжусь им. И все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова. Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано сумел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания. Не часто мне выпадает такое счастье поговорить о сыне. Вы простите меня, старика. Ну что, я все понимаю. Я сам счастлив таким разговором. А как по-вашему? Ведь не на медицинском поприще достигнет он той известности, о которой вы ему пророчите. Нет, не на медицинском. Хотя и в этом отношении он будет один из первых ученых. Ну, вы, вы проницательны. Очень проницательны. Хе-хе-хе-хе-хе. А на каком же? На каком, Аркадем? Ну, теперь это трудно сказать, но он будет знаменит. Ага. Он будет знаменит. О-о-о! Полицию вижу. Обо мне говорили? О тебе, сын, о тебе. Интересней предмет не нашли? А что же может быть отцу интереснее своего сына? Ну, не хмурься, не хмурься. Могу же я позволить себе за три года попировать? Ну, пируй, пируй. Какого-нибудь другого занятия нету. Побойся Бога, Евгений. Я Аркадию Николаевичу докладывал, сколько я за утро дел переделал. Хе-хе-хе-хе. Однако что-то чай запаздывает. Пойду распоряжусь. Замечательная живучесть. Прошло три дня. Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало. Одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты да скуки. Да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого истребенка. Та осина напоминает мне мое детство. Она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая. И я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом. Я никогда возле них не скучал. Я не понимал тогда, что я не скучал от того, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый талисман не действует. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Нет, не знаю, о чем. Хорошо моим родителям жить на свете. Отец в 60 лет хлопочет, толкует опулятивных средств, возится с крестьянами, но великодушничает одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напичкан всякими заботами, ахами, двохами, что ей и опомнится некогда. А я... А ты... А я думаю... Я вот лежу здесь, возле стока. Глазенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет. И где дела до меня нет. И часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки. Позволь тебя заметить, то, что ты говоришь, относится вообще ко всем людям. Ты прав, прав. Я только хотел сказать, что вот они, мои родители, то есть занятые, и не думают о собственном ничтожестве. А я... Я чувствую только скуку и злость. Злость? Почему злость? Я все-таки не признаю за тобой права злиться. Я понимаю, ты несчастен с Одинцовой, но зачем предавать это? Я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь, любовь, как все новейшие молодые люди. Цып-цып-цып-цып, курочка. Как только курочка начинает приближаться, то давай, бог, ноги. Нет, я не таков. Ну, хватит об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. Аминь, кончено. Слово больше от меня об этом не услышишь. Да, странное существо, человек. Как посмотришь это к сбоку да издали, на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы. Кажется, чего лучше? Ешь, пей. И знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Аминь, нет, тоска долей. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними. Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений. В самом деле. Солнце, должно быть, меня распалило, да и малины нельзя так много есть. Посмотри, сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движение совершенно сходно с полетом бабочки, не странно ли? Самое печальное мертвое сходно с самым веселым и живым. О, друг мой, Аркадий Николаевич, об одном прошу тебя, не говори красиво. Что же, природа пустяки? И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник. Я говорю, как умею. Да и наконец, это деспотизм. Мне пришла мысль в голову, а чего я не высказать? Так, ну а почему же и мне не высказать своей? Я нахожу, что говорить красиво неприлично. Что же прилично? Ругаться. Э-э, да ты я вижу точно, намерен пойти по стопам своего дядюшки. Как бы обрадовался этот идиот, если бы услышал тебя. Как ты назвал Павла Петровича? Я его назвал как следует, идиота. Это, однако, нестерпимо. А? Родственное чувство заговорило. Я заметил, оно очень упорно держится в людях. Ото всего готов отказаться человек. Со всяким предрассудком расстанется. Но сознаться, например, что брат, который чужое крадет вор, это свыше его сил. Да и в самом деле, мой брат, мой и не гений, возможно ли это? Да, Евгений, мы наконец поссоримся. Ах, Аркадий! Сделай одолжение. Ну, поссоримся хоть раз, хорошенько, до положения риса, до истребления. Да, так мы кончим тем, что... Что подерёмся. Что ж здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от шумного света и людских взоров, ничего. Ну, ну же! Но ты со мной не сладишь. Я вот сейчас схвачу тебя за горло. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а только молодая смелость да молодой задор. Для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения пойти не может. А мы драться хотим. Тебе приятно самого себя бронить, а нам других подавай, нам других! Ломать надо. И тебе нечего мне больше сказать. Эх, Аркадий, жениска поскорей. Да взаведись гнездом своим, да наделай детей побольше. А умницей они будут уже потому, что родятся они вовремя, не то что мы с тобой. Нет, не могу, уеду отсюда завтра. Скучно. Работать хочется. Отправлюсь обратно к вам в деревню. Я ведь там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, хоть запереться можно. А то отец мне твердит, каждый день мой кабинет к твоим услугам, никто тебе мешать не будет. А сам от меня ни на шаг. И совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я вот слышу, как она за стеной вздыхает, а выйдешь к ней и сказать ей нечего. Очень она горчится, да и он тоже. А я вернусь еще к ней. Когда? А вот как в Петербург поеду. Мне твою мать особенно жалко Евгении. Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила? Ты своей матери не знаешь, Евгений. Она не только прекрасная женщина, она умна, право. Мы сегодня с ней с полчаса беседовали, так дельно, интересно. Видно, обо мне все распространялось. Да нет, не только о тебе была речь. Ну что ж, тебе виднее. Коли может женщина получасовую беседу поддержать? Это уже знак хороший. А я все-таки уеду. Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все мечтают, что мы через две недели делать будем. Нелегко. А, вот вы куда забрались. А я вас искал, искал. Ну, вы отличное выбрали место. И прекрасному придаетесь занятию. Лежа на земле, глядеть в небо. Знаете, в этом есть какое-то особенное значение. Я гляжу в небо только тогда, когда собираюсь чихнуть. Ну, полно. Полно, Евгений. Смотри я на вас, мои юные собеседники. Смотри, не могу не любоваться. Сколько у вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов. Ну, просто костор и полук. О! Эх, куда метнул. В мифологию. Сейчас видно, что в свое время был сильный лейтинист. Диаскуры. Диаскуры. Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам. Я ведь не мешаю. Нисколько, нисколько. Напоминает мне ваши теперешние ложи, государю мои, мою военную бивачную жизнь. Перевязочные пункты. Тоже где-нибудь эдак возле стога. Значит, слава Богу, да. Много, много я испытал на своем веку. Да, чуть было не забыл тебе сказать. Велика завтра наших лошадей к Федоту выслать. На подставу. А что, разве господин Керсанов от нас уезжает? Да, и я с ним тоже. Как, ты уезжаешь? Ну, мне нужно съездить. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей. Хорошо. На подставу. Хорошо. Так, как же это? Ну, мне нужно съездить на короткое время. Я потом обратно сюда вернусь. Да? На короткое? Ну, что ж. Это все будет. Я было думал, что ты у нас подольше. А это что же? После трех-то лет? Маловато. Маловато, Евгений. Я ж тебе сказал, что вернусь. Мне необходимо. Да? Необходимо? Ну, что ж. Прежде всего надо долг исполнять. Значит, выслать лошадей. Хорошо. Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она, вон, цветов у соседки выпросила. Хотела комнату тебе убрать. Ну, главное, свобода. Это мое правило. Не надо стеснять. Не надо. Мы скоро увидимся, отец. Правда. Не надо стеснять. Евгений с Аркадием уехали на другой день. Арина Власина тихо плакала. Она совсем бы растерялась и не собладала бы с собой. Если бы мужа рано утром целых два часа ее не уговаривал. Когда же Евгений после неоднократных обещаний вернуться, никак не позже месяца, вырвался вдруг из удерживавших его объятий и сел в тарантаз, когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась. Когда старички остались одни, в своем тоже как будто внезапно съежившемся и подрехлевшем доме, Василий Иванович еще за несколько мгновений, молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на кровь. Бросил. Бросил нас. Бросил, скучно ему стало с нами. Один, как перст, теперь один. Что делать, Вася? Сын отрезанной ломоти. Он уж до соков. Захотел, прилетел. Захотел, улетел. А мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и не с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня. В Марьине все чрезвычайно обрадовались приезду молодых господ. Николай Петрович скрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване. Сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском. Прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, да еще под каким, под родительским кровом. Но ему точно было скучно и тянуло его вон. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьина, как уже он опять под предлогом изучения механизма воскресных школ скакал в город, а оттуда в Никольское. Лошади дружно мчались, емщик гикало свистал, вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженных елок, розовое женское платье мелькнуло в темной зелени. Молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика. Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал емщику остановить лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. Встреча с ней показалась ему особенно счастливым предзнаменованием. Прошло две недели. Слышь в адрес. Улимпийское. Улимпийское. Ольга. Екатерина Сергеевна, с тех пор, как я имею счастье жить в одном доме с вами, я с вами обо многом беседовал. А между тем, есть один очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. Я изменился теперь, и вы это знаете лучше всякого другого. Вы, которой я в сущности обязан этой переменой. Я? Мне? До сих пор я себя не понимал. Я создавал себе задачи, которые мне не по силам. Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству. Я предвижу, что удивлю вас, тем более, что это чувство относится некоторым образом, некоторым образом, если бы я мог надеяться. Екатерина Сергеевна, я люблю вас навек и безвозвратно. И никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение, просить вашей руки, потому что, потому что я небогатый и чувствую, что готов на все жертвы. Вы мне не отвечаете? Вы мне не верите? Посмотрите на меня. Скажите мне одно только слово. Я, я люблю, я, я люблю вас, поверьте мне. Катерина Сергеевна, что значит это слово? То ли то, что я вас люблю, что вы мне верите, или я не смею докончить? Да. Да. Катя. Катя. Проводив Аркадия Коденцовым, Базаров уединился окончательно. На него нашла лихорадка работы. Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо. А между тем, в доме Николая Петровича было существо, с которым он охотно беседовал. Это существо было фенечка. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает такая эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы. Такая эпоха наступила для фенечки. Все способствовало к тому. Даже зной, который стоял тогда, одетая в светлое, легкое платье, она сама казалась светлее и легче. Что это вы тут делаете? А, Евгений Васильевич. Букет вяжете. Да, на стол к завтраку. Николай Петрович это любит. Экая пропасть, цветок. А я их теперь нарвала. А то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жара. Уж боюсь, не заболею ли я. Ну, это еще что за фантазия. А ну-ка дайте-ка ваш пульс пощупать. Ух, да сто лет проживете. Да сохрани бог. А что, разве вам не хочется долго пожить? Ведь сто лет. Какая же это жизнь? Так значит, лучше быть молодой. А то как же. Да чем же оно лучше, ну скажите мне. Ну, как же чем? Ну, вот я теперь молодая. Все могу сделать. И пойду, и приду, и принесу. Никого мне просить не нужно. А что это у вас за книга такая? Это книга ученая. Мудреная. А вы все учитесь. И не скучно вам? Вы и так еще все знаете. Да, видно, не все. А ну-ка попробуйте-ка вы прочесть немного. Да я тут ничего не пойму. Она у вас русская? Какая толстая. Русская. Все равно я ничего не пойму. А я и не с тем, чтобы вы поняли. Просто мне хочется посмотреть, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается. Люблю я тоже, когда вы смеетесь. Полноте. Люблю, когда вы говорите. Точно ручеек, журчик. Ой, какой вы. И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели. Эх, Федося Николаевна, поверьте мне, все умные дамы на свете не стоят вашего локотка. Вот еще выдумали. А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? Уж как Митенька, спит хорошо. Я уж и не придумаю, как мне благодарить вас. Такое вы доброе, право. А по-настоящему-то надо лекарям платить. Лекаря вы сами знаете. Люди корыстные. Если вам угодно, мы с удовольствием. Надо Николая Петровича спросить. Да вы думаете, я от вас денег хочу? Нет, мне от вас денег не надо. А что же? Что? Угадайте. Ну что я за отгачица? Ну так я вам скажу. Мне нужно одну из этих роз. Извольте, извольте. А вам какую, красную или белую? Красную, и не очень большую. Вот, возьмите. Постойте-ка. Я хочу понюхать вместе с вами. Грешно вам. Извините. Федес Николаевна, мне нужно поговорить с вами. Но вы как будто меня боитесь. Я? Да, вы. Вы на меня не смотрите. Точно, у вас совесть нечиста. Ведь у вас совесть чиста. Отчего же я не быть чистой? Мало ли от чего. Впрочем, перед кем вы можете быть виноватой? Разве перед братом? Ведь вы его любите. Люблю. Всей душою, всем сердцем. Николая Петровича всем сердцем люблю. Право. Посмотрите-ка на меня. Вы знаете, это очень большой грех лгать. А я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить. А после этого мне и жить не надо. И ни на кого вы его не променяете? На кого же я могу его променять? Мало ли на кого. Да вот хоть бы на этого господина. Господи, Боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучаете? Что я вам сделала? Ну как же можно такое говорить? Фенечка, ведь я видел. Что вы видели? Да здесь, сейчас. С чем же я тут виновата? Вы не виноваты. Нет, нисколько. Николая Петровича одного на свете люблю и бег любить буду. А то, что вы видели, так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было. Я лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем. Николай Петрович. Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец смел коснуться. извините, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, но я прошу вас уделить мне пять минут вашего времени. Все мое время к вашим услугам. С меня и пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос. Вопрос о чем это? А вот, извольте, выслушайте. Мне часто приходилось слышать ваше мнение по многим предметам, но речь никогда не заходила о поединках, о дуэлях вообще. Разрешите узнать ваше мнение об этом предмете? Вот мое мнение. С теоретической точки зрения дуэль – нелепость, но с практической – это дело другое. Очень хорошо. Мне очень приятно это от вас слышать. Это избавляет меня от печальной необходимости. Я решился драться с вами. Со мной? Непременно с вами. Да за что, помилуйте? Я мог бы объяснить вам причину, но я предпочитаю о ней умолчать. Вы на мой вкус здесь лишний. Я вас терпеть не могу. Я вас презираю. Если вам это недовольно... Очень хорошо. Дальнейших объяснений не нужно. Я принимаю ваш вызов под джентльменский. И прекрасно. Сейчас мы скажем несколько слов об условиях нашего поединка, но сперва я хотел бы узнать, не считаете ли вы необходимым прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом для моего вызова? Нет, лучше без формальности. Я тоже так думаю. Мы друг друга терпеть не можем, чего же больше? Чего же больше? Что же касается до самых условий поединка, то так как секундантов у нас не будет, ибо где ж их взять? Именно где их взять? Я имею честь предложить вам следующее. Драться завтра, пораньше, за рощи, часов в шесть. Барьер в десяти шагах. В десяти шагах. Это так. На это расстояние мы ненавидим друг друга. Можно и восемь. Можно, отчего же? А на всякий случай каждому положить в карман письмецо, где бы он обвинял себя в причинах своей кончения. Вот с этим я не согласен. Немножко на французский роман сбивается. Неправдоподобно что-то. Быть может, но, согласитесь, неприятно подвергнуться обвинению в убийстве. Соглашаюсь. Но есть средства избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но он может быть свидетель. Кто именно? Да, Прокофьевич. Какой Прокофьевич? Коммердинер вашего брата. Вам угодно шутить, милостивый государь? Нисколько. Прокофьевича я беру с надлежащим образом приготовить и доставить на место побоище. Вы продолжаете шутить, но после любезной готовности вами оказанной я не имею права быть на вас претензией. Итак, все устроено. Кстати, пистолет у вас нет. Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин. В таком случае, позвольте предложить вам мои. Можете быть уверены, что уже пять лет я из них не стрелял. Это очень утешительное известие. Честь имею, кланясь. До приятного свидания, милостивый государь. Фу ты, черт. Экую мы комедию отломали, как ученые собаки на задних лапах танцевали. Он нас увидел сегодня, это ясно. Да неужели же это он так за брата вступился? Нет, тут что-нибудь другое. Ба, да не влюблен ли он сам? Ну, конечно, влюблен. Это ясно, как день. Такой переплёт, подумаешь. Скверно. С какой стороны не посмотри. Скверно. Подумай, какая предстоит тебе важная роль. Извините, я, кажется, заставил себя ждать. Ничего-с, мы сами только что пришли. А, очень хорошо. Ну-с, никого не видать, никто не помешает. Мы можем приступить? Приступим. Новых объяснений, я полагаю, вы не требуете? Не требую. Угодно вам заряжать? Нет. Заряжайте вы, а я шаги стану отмеривать. У меня ноги длиннее. Раз, два, три, четыре, пять. Евгений Васильевич, воля ваша. Я отойду. Отойди, братец, отойди. Можешь даже за дерево встать и уши заткнуть. Только глаз не закрывай. А повалится кто? Беги поднимать. Шесть, семь, восемь. Довольно или еще два шага накинем? Как угодно. Ну, накинем еще два. А вот и барьер. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычен до смешного. Вы взгляните только на физиономию нашего секунданта. Вам все желательно шутить. Я не отрицаю некоторые странности нашего поединка. Но предупреждаю, что намерен драться серьезно. Соблаговолите выбрать. Соблаговоляю. Вы готовы? Совершенно. Можем сходиться. Он мне прямо в нос царит. И как щурится старательно разбойник. Вы ранены? Вот новость. Ах, кость цела. Хоть пляши через три недели. Ох уж эти мне нервные люди. Убитысь. Ступай за водой, а он еще нас с тобой переживет. Кончается. Да ступаешь за водой, черт. Не надо. Эту царапину стоит только чем-нибудь перехватить, и я пешком дойду домой. Ты брата не обманешь. Надо будет сказать ему, что мы поссорились из-за политики. Очень хорошо. Вы можете сказать ему, что я бронил всех англоманов. Всех англоманов. И прекрасно. Что это значит? Помилуйте. Что же это такое? Ничего, ничего. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился. Да из-за чего же все вышло-то, ради бога? Ну, как тебе объяснить? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэр Роберте Пиле. Спешу прибавить, что во всем виноват я один. А господин Базаров вел себя отлично. Это я его вызвал. Помилуй, да у тебя кровь. А что, что полагал у меня вода в жилах? Вы пришли проститься? Точно так. Я понимаю и одобряю вас вполне. Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, которое объясняется лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. Мой брат человек прежнего закала, он спыльчив. И слава богу, что так все кончилось. Я приму все нужные меры к избежанию огласки. Я оставлю адрес на случай, если выйдет история. Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильевич. Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такой конец. Мне эта тема огорчительнее, что Аркадий... А я, должно быть, с ним увижусь. В противном случае прошу передать ему мои поклоны и принять выражение моего сожаления. И я прошу. Субтитры создавал DimaTorzok Николай, а тебе не кажется, что в Финичке есть что-то общее с Нелли? С какой Нелли, Паш? Как это ты спрашиваешь? С княгиней. Особенно в верхней части лица. Ты не можешь забыть? Не могу. Брат. Брат, дай мне слово исполнить одну мою просьбу. Какую просьбу? Говори. Она очень важна. От нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Брат, исполни обязанность свою. Обязанность честного, благородного человека. Прекрати соблазны, дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей. О чем ты говоришь, Павел? Женись на Финичке. Она тебя любит. Она мать твоего сына. Ты, которого я считал самым непреклонным противником подобных браков. И ты это говоришь. Неужели ты не знаешь, что единосина из уважения к тебе я не исполнил того, что ты справедливо назвал моим долгом? Напрасно, что ты уважал меня в этом случае. Ты окончательно открыл мне глаза. Я недаром утверждал, что ты самый умный и самый добрый человек в мире. Но теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный. Осторожно. Осторожно. Не разбереди ногу своего благоразумного брата. И так это дело решенное. Фенечка будет моею бальсар. Павел, дорогой мой Павел, а как же, что скажет Аркадий? Аркадий, помилуй, он восторжествует. Брак не в его принципах, зато чувство равенства будет в нем прещено. Павел. Дорогой мой Павел, позволь я еще раз поцелую тебя. И осторожненько, не беспокойся. А как ты думаешь, не сообщить ли ей о твоем решении теперь же? А зачем же спешить? Теперь, главное, выздоравливай, а это от нас не уйдет. Надо все ведь обдумать хорошенько и сообразить. Но ведь ты же решился. Конечно, решился. И благодарю тебя от души. А сейчас я тебя оставлю. Тебе нужно отдохнуть всякое волнение для себя вредно. Засни, душа моя. Дай Бог тебе здоровья. за что он меня так благодарит? Точно это не от него зависит. а я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дресбе или во Флоренцию. и буду там жить, пока не околею. Старики Базарова тем более обрадовались внезапному приезду сына. Чем меньше они его ожидали. Я к тебе на целых шесть недель приехал, сказал ему Евгений. Я работать хочу, так ты уж пожалуйста не мешай мне. Физиономию мою забудешь. Вот как я тебе мешать буду, отвечал Василий Иванович. Нет ли у тебя адского камня? Есть. На что тебе? Нужно ранку прижечь. Кому? Себе. Как себе? Зачем? Какая ранка-то? Где она? Да вот здесь на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили? Он умер. Но они его собирались почему-то вскрывать, а я давно в этом не упражнялся. Ну вот я и попросил уездного врача, ну и порезался. Да ты не шути, пожалуйста. Ну, покажи свой палец. Да ранка-то невелика. А как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом? Это бы прежде нужно было сделать. А теперь ты по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так теперь уж поздно. Как поздно? Ну, еще бы, с тех пор часов пять прошло слишком. А голова болит? Болит. А отчего же ей не болеть? Не рассердись, пожалуйста. Не позвольшь ли ты мне пульс у тебя пощупать? Я не щупаю тебе скажу, что у меня жар. И озноб был? Был и озноб. Но пойдем прижгем на всякий случай. Только позволь мне это сделать самому. Экой ты охотник до практики. Боже мой, как же это? ночь была нехороша для Евгения. Жестокий жар его мучил. Арина Власимовна не ложилась. Чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, как дышит и Нюша. О, Господи, надела бы я ему ладонку на шею. Да ведь он не позволит. Несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло в ней из рук и разбилось. А это она всегда считала худым предснаменованием. Все в доме словно вдруг потемнело. Все лица вытянулись. Сделалась странная тишина. Евгений уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой полузабилчивой дремоте. Часу в первом утра он с усилием раскрыв глаза увидел над собой при свете лампадки бледное лицо отца и сказал ему пошли наручного к Одинцовой Анне Сергеевне. Тут есть такая помещица знаешь Евгений Малбазаров кланяться велел и велел сказать что умирает это исполнишь к утру Евгению полегчало ну вот слава богу наступил кризис это прошел кризис так как же по твоему наступил или прошел тебе лучше и вот что я вижу вот что меня радует ну и прекрасно радоваться всегда нехудо а кто послал помнишь послал как же а все-таки мы тебя вылетим дудки я заражен старина и через несколько дней ты меня хоронить будешь Евгений что ты бог с тобой это простудился полно врачу непозволительно так говорить все признаки заражения ты сам знаешь да где же признаки заражения Евгений пойму а это что положим положим если что-то вроде заражения пиемия вроде пиемия пиемия алюш позабыл свои тетрадки то Евгений я не ожидал что так скоро умру это случайность по правде сказать не очень приятно вы с матерью теперь должны воспользоваться тем что у вас религия сильна вот вам случай поставить ее на пробу скоро мой мозг подаст в отставку я и сейчас не уверен ясно ли я выражаюсь да помимо Евгений ты говоришь совершенно как следует странно стараюсь остановить мысль на смерти и ничего не получается вижу пятно и ничего более сила-то сила-то вся еще здесь а надо умирать старик тот по крайней мере хоть успел отвыкнуть от жизни а я да пойди попробуй отрицать смерть она тебя отрицает и баста отрицать и Сын умирает. Кто там плачет? Мать. Бедная, кого ты теперь кормить будешь? Своим удивительным борщом. А ты, Василий Иванович, кажется, тоже нюняш. Но, коли христианство не помогает, так будь философом, стоиком, что ли. Ведь ты хвастал, что ты философ. Какой я философ? Янюшенька, голубчик мой, дорогой мой милый сыночек. Что, Вать? Янюшенька, тебе теперь лучше. Ты Бог даст выздоровеешь. Утешь нас со стариком. Исполни долг, христианина. Каково-то мне это тебе говорить, Янюшенька. Это ведь навек. Ты подумай. Каково-то мне это тебе говорить. Я не возражаю, если это может вас удержать. Но спешите еще не к чему. Я Одинцова. Евгений Васильевич, жив? Благодетельница. Жив. Жив мой Евгений. И теперь будет спасен. Жена, жена. К нам, Ангел. Ангел, спаси. Помоги. Ну, спасибо. Я этого не ожидал. Это доброе дело. Отец. Мать. Оставьте нас. Ну, спасибо. Это по-царски. Цари, говорят, тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь. Ах, Анна Сергеевна. Станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесом. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть. А каждому вновь. До сих пор не трошу, а там придет беспамятство. ангел. Ну, что мне вам сказать. Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла. А теперь и подавно. Любовь – форма, а моя собственная форма уже раслагается. Скажу я лучше, что какая вы славная. И сейчас вот вы стоите такая красивая, ничего не тревожьтесь, сядьте там, не подходите, ведь моя болезнь заразительная. Великодушная, ох, как близко, и какая молодая, чистая. Ну, прощайте, живите долго. Это лучше всего. И пользуйтесь пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, а еще топорщица. И ведь тоже думал, обломаю дел много. Не умру. Задача есть. Ведь я – гигант. А теперь вся задача гиганта, как бы умереть прилично, хотя никого до этого дела нет. Все равно глядь хвостом не стану. Меня вы забудете. Мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет. Это чепуха. Но не разуверяйте старика. Чем бы дитя не тешилось, вы знаете. И, мать, приласкайте. Ведь таких людей, как они, Эх, в вашем большом свете Гнем с огнем не сыскать. Я нужен России. Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной, мясник, мясо продает. Ой, постойте, я путаю, здесь лес был. Евгений Васильевич, я здесь. Ах, прощайте, послушайте. А ведь и я так и не поцеловал вас. Тогда дуньте на умирающую лампаду И пусть она погаснет. И довольно. Теперь Темнота. Что? Вот это возрапшу. 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 Есть. Небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наше кладбище, оно и являет ведь печальным. Окружавшего канавы давно заросли. Серые деревянные кресты поникли и гниют под когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу. Два-три ощипанных деревца едва дуют скудную тень. Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, в которой не касается человек, в которой не топчет животное. Одни лишь птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. Две молодые елки посажены по обоим ее концам. Евгений Базаров хоронен в этой муке. К ней из недалекой деревушки часто приходят два уже дряхлые стричка. Муж с женой. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшую походкой, приблизятся к ограде, припадут и встанут на колени. И долго, и горько плачут. И долго, и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Поменяются коротким словом. Пыль смахнут с камня, да ветку елки поправят. И снова молятся. И не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем. Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в этой могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. И не об одном только вечном спокойствии говорят они нам, о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят тоже о вечном примирении и о жизни бесконечной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok